Бесславный и поспешный уход воинских контингентов США и их союзников с территории Афганистана является сегодня едва ли не главной мировой новостью, обсуждаемой всеми, от серьезных аналитиков до досужих сплетников. Это неудивительно, ведь данное событие, вне всяких сомнений, будет иметь геополитические последствия, далеко выходящие за пределы сугубо регионального уровня. Уже сейчас вовсю делаются прогнозы и выдвигаются многочисленные версии относительно того, какими именно могут быть эти самые последствия. Подобных виртуальностей построено уже предостаточно. Однако среди них, похоже, отсутствует одна, довольно нетривиальная и крайне интригующая как раз именно для нашей страны. Как бы ни развивались дальше события в Афганистане, где война, как с участием иностранных войск, так и без них, не утихает долгие десятилетия, надеяться на мирный сценарий, который сложится сам собой, было бы предельно наивно. Ни та страна, ни те люди, ни те внутренние расклады и факторы внешнего воздействия, вряд ли полноценное решение проблем, готового вот-вот снова пойти в разнос государства, будет, возможно, без силовой компоненты. Вот тут и возможен поворот, мало кем ожидаемый сегодня, но более чем реальный в перспективе. Миротворцы поневоле? Следует отметить, что именно Москва и Пекин, среди крупных геополитических игроков, имеют самую большую и непосредственную заинтересованность в том, чтобы Афганистан с уходом оттуда американских вояк не превратился в новую Сирию или еще что-то похуже. Попробуем рассмотреть их резоны конкретно, пусть в самом сжатом и схематичном виде. Прежде всего, ни России, ни Китаю, ни в какой мере не улыбается как чрезмерное усиление Талибана, не уж тем более, вполне вероятное в нынешний момент возрождение ИГИЛ. Обе организации запрещены в России. Да и относительно перспектив увлеченной грызни множество более мелких, но от этого не менее вредоносных исламистских группировок, способной превратить как саму страну, так и все прилегающие к ней регионы в кровавый бедлам, можно сказать в точности то же самое. Радикальный и воинствующий исламизм – штука предельно скверная, в частности от того, что имеет ярко выраженную способность, говоря в медицинских терминах, давать обильные метастазы. Его экспорт в бывшие советские республики Средней Азии для нашей страны будет означать резкое возрастание террористической угрозы, потоки беженцев и нелегальных мигрантов, увеличение наркотрафика, контрабанды оружия и еще массу тому подобных прелестей. Китай же и вовсе имеет общую границу с Афганистаном, да еще и как на грех, в Синьцзя-Нуйгурском районе, населенном преимущественно именно мусульманами. Можно не сомневаться, что при нынешнем уровне дружбы Пекина с Западом, там найдется немерено желающих направить экспансию радикалов под зеленым или черным знаменем как раз в этом направлении. Впрочем, к реальности перспектив их атак на Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркмению – это относится также в самой полной мере. Попортить кровь русским и их союзникам руками исламистов. Для белых сахибов способ самый, что ни на есть проверенный и, увы, действенный. Не следует забывать еще и о том, что китайским товарищам совершенно не нужны перемены в не то, что граничащим с Афганистаном, а прямо-таки срошимся с ним Пакистане. У них очень большие планы на эту страну в рамках проекта «Один пояс, один путь». Немалые вложения туда уже сделаны, а ожидаются еще большие. Вести грандиозное строительство под грохот канонады в Пекине точно не согласны. В одном из изданий мне довелось натолкнуться на фантасмагорическую версию о том, что китайцы Де предложили талибам инфраструктурные и энергетические проекты на миллиарды долларов в обмен на прочный мир в Афганистане и Пакистане, достигнув соответствующей договоренности. Вот это попросту смешно. Исламский Эмират, а именно так изволит величать себя талибы официально, мягко говоря, не совсем та структура, с которой можно договариваться о чем-либо вообще. Американцы вон пытались сперва его разбить, потом вести переговоры, результат, как говорится, налицо. А что до финансовых вложений, то сильно помогли США 137 миллиардов долларов в буханное ими за два десятилетия восстановление и развитие Афганистана в деле обеспечения стабильности в этой совершенно непредсказуемой стране и удержании там у власти собственных ставленников. Китайцы всяко не глупее и уж точно не наивнее Янки. Учитывать и не повторять их ошибки они умеют самым распрекрасным образом. И вот, кстати, относительно США, и не только их, одной из важнейших задач как для России, так и для Китая в нынешней ситуации является недопущение сохранения и даже упрочения военно-стратегических позиций в регионе, осуществляющих сегодня из него образцово-показательный драп американцев и их союзников, а также проникновение туда иных сил, к примеру, той же Турции, носящейся с призраком Великого Турана. Этих только пусти, потом выпроваживать замучишься. Содружество, которое пора реализовать на практике, о том, что армии, и в особенности специфические конторы США замечательно умеют оставаться, уходя, известно уже давно. Впрочем, не они одни, к примеру, британская Daily Telegraph со ссылкой на источники в специальной авиадесантной службе SAS сообщила о том, что английские спецназовцы вполне могут задержаться в Афганистане, якобы для обучения тамошних военных. Очевидно, тех самых, что сегодня тысячами сдаются талибам и бегут в соседний Таджикистан. Прекрасно понятно, против кого реально будут действовать с афганской территории все военные и прочие аналогичные структуры государств, объявивших своими врагами номер один, не каких-то там талибов, а Россию и Китай. К тому же Вашингтон не оставляет попыток открыто обустроиться еще поближе к нашей стране, в том же Казахстане. Допустить этого нельзя ни в коем случае. К чему мы приходим в конечном итоге? Пустить на самотек ситуацию в Афганистане, положившись на авось, образуется, не могут позволить себе ни Москва, ни Пекин. Может ли дело дойти до необходимости ввода на эту территорию тех или иных военных контингентов? Будем реалистами, более чем. И вот только не нужно Охов и Ахов, истерик по поводу опасности повторения афганского излома образца СССР. Во-первых, и тогда все было далеко не так провально, как нам пытались внушить впоследствии, а могло быть и еще успешнее, если бы не некоторые стратегические просчеты руководства страны и армии. Во-вторых, опыт сирийской кампании убедительно доказывает, что как раз именно эти ошибки Россия осознала и повторять не собирается. Ну, и в-третьих, простите за цинизм, если государство с амбициями мировой державы не участвует в войнах вне собственных пределов, война рано или поздно придет на его землю. Перефразируя Наполеона, страна, не создающие военные базы на чужой территории, получат чужие базы на своей. В данном конкретном случае расклад именно такой и другого не имеется. Гораздо интереснее, пожалуй, звучит вопрос о том, какие именно формы могло бы принять военное сотрудничество России и Китая в деле обеспечения мира и стабильности в Афганистане и прилегающем к нему регионе. Будем рассматривать тему прежде всего в прагматичном аспекте. Пекин, пожалуй, намного более, чем наша страна, заинтересован в материальной стороне решения данной проблемы. Один пояс, один путь, и вправду можно было бы распространить на афганскую территорию, при условии установления на ней стабильного мира. Для нашей страны, в свою очередь, важнее обеспечение безопасности границ, как собственных, так и союзников по тому же ОДКБ, однако почему бы не получить от разрешения этих проблем дополнительные выгоды. Военно-технические ресурсы для проведения миротворческой операции такого масштаба у Народно-освободительной армии Китая, пожалуй, имеются. Проблема тут в другом, полнейшем отсутствии жизненно необходимого в этом случае крайне специфического опыта. А вот как раз у наших военных он есть, причем у некоторых из них таковой приобретен непосредственно в Афганистане, что делает его и вовсе бесценным. Каждый из сторон есть что предложить друг другу, понимая, что в одиночку справиться с невероятно масштабной задачей будет проблематично что Москве, что Пекину. Именно поэтому наиболее целесообразным представляется такая конфигурация российско-китайского миротворческого контингента, при которой Поднебесная приняла бы на себя основной груз материально-технического и финансового обеспечения миссии, а наша страна несла бы ответственность за прочие ее аспекты, вытекающие из наличия громадного массива наработок, ставших итогом как предыдущей афганской кампании, так и недавней сирийской. Продлевая договор о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Россией и Китаем, лидеры двух стран весьма скупо говорили о сугубо военных аспектах этого самого сотрудничества. Естественно, ведь такие вещи на широкую публику не оглашаются. Тем не менее, Владимир Путин особо отметил, что координация между Москвой и Пекином, несомненно, играет серьезную стабилизирующую роль, в том числе и в условиях возрастания конфликтного потенциала в различных точках мира. Обеспечение мира в Афганистане может стать прекрасным примером такой стабилизации в российско-китайском исполнении. И это будет иметь еще большее значение в свете того, что на глазах у всего мира соответствующая миссия была с треском и позором провалена Соединенными Штатами и их союзниками. Военный альянс Москвы и Пекина является для коллективного Запада едва ли не самым большим из кошмаров, который там могут себе представить. По данному поводу, в частности, неоднократно и весьма резко высказывались в Белом доме, называя саму возможность такого союза прямым вызовом, жизненным интересом США. Для того, чтобы показать, что все это не пустые страхи, а вполне реальная перспектива, над которой Западу очень даже стоит задуматься. Российским и китайским военным рано или поздно необходимо встать плечом к плечу не на учениях, а в реальной боевой обстановке, сполна проверяющей на прочность и оружие, и людей, и оборонные альянсы. Так почему бы этому не произойти в Афганистане?